Скандалы за парковки. Сотрудники одесского салона автопроката пострадали от кулаков известного в городе детского врача. Все произошло из-за автомобиля, который перекрыл выезд со двора на Малой Арнаутской 84. В результате возникла драка, все происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. В теме разбиралась Юлия Федорова. Он меня бил левый бок, то есть это ребра, мелкие трещины. Я делал УЗИ, по почкам бил меня. То есть он старался как мог. Мне казалось, что он хочет меня просто убить. Сотрудник одесского салона автопроката Александр Шмидт рассказывает, какими последствиями для его здоровья закончился конфликт из-за обыкновенной парковки. Открытый перелом челюсти в этой части. Сотрясение мозга. Он пинал мне по ногам, везде он. Все произошло неожиданно. Клиент оставил машину на выезде со двора. Через несколько минут в приемную зашла девушка, требуя убрать автомобиль. С этого все началось. По тайм-коду видеозаписи становится ясно, ровно через 4 минуты Александр убирает автомобиль и открывает выезд. Еще через 3 минуты на машине приезжает отец девушки. Он оставляет машину, перекрывает целую полосу на Малой Арнаутской, заходит в офис. Что было дальше, рассказывает сотрудник салона Георгий Олейников. За столом сидел его дядя Александр Шмидт. Ему-то и досталось больше всего. Говорит сейчас, что он получит по лицу и начинает бить его. А она в это время рассказывает, что ну пусть он извинится, она говорит перед ним. То есть он говорит, ну что он не может извиниться что ли перед моим папой. Это Олег Кузьминский, известный в городе врач, заведующий детским отделением городской инфекционной больницы. Ну наверное раз 120 этот человек его ударил. Мы до сих пор не понимаем, что он хотел. Александру не давал сдачи. Ему не позволяет Вера. Сейчас ему тяжело дышать, он с трудом ходит, не может спать и через боль принимает пищу. Досталось и его, 18-летнему племяннику Георгию Олейникову. Его дочь начинает его уже подстрекать и наносит мне два удара и бьет мне два раза в челюсть. При падении я понимаю, ну я потерял сознание. Ей смешно, она улыбается. После удара Георгий потерял сознание. Когда встал, координация движений была нарушена. Он не понимал, что происходит. Последствия. Перелом головки, лучевой костил, октевого сустава. После месяца в гипсе его ждет операция. Врачи не обещают, что рука будет такой, как раньше. Его даже никто не трогал. Мы не были даже на конфликт настроены. Его никто не обзывал, не посылал. На место приехала скорая, охранная фирма и сотрудники полиции. Правоохранители отпустили Олега Кузьминского в этот же день. У него своя версия. Говорит, машина перекрывала выезд для его дочери больше 40 минут. Она спешила на операцию. Вот он ее и защитил. Ну, они там вплоть до интима предлагали. В общем, хамство, знаете, надо как-то нашему обществу, наверное, вспомнить слово честь. Надо как-то реагировать. По словам Олега Кузьминского, в адрес его семьи постоянно поступали угрозы. И этот конфликт стал крайней точкой. Когда плюют тебе в лицо, это одно. Когда плюют твоим детям, твоим родственникам, нельзя молчать. Я не могу сказать в эфире, что он говорил. Я думаю, за такие слова, наверное, в следующий раз, я думаю, он такого говорить не будет. Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов. По факту возбуждено уголовное производство.